Новую площадку было решено возвести взамен предыдущей. По словам Дарьи, то, что здесь было раньше, представляло печальное зрелище. Всё потрёпанное, разрисованное и небезопасное в использовании. Прежде чем участвовать в программе, жители сами попробовали благоустроить территорию. Активность соседей, ещё выражалось и желание соседей как-то благоустроить эту территорию, выражались в том, что они самостоятельно производили благоустройство здесь. И один из жителей 12-го дома здесь даже построил импровизированный такой домик. И, естественно, нужно было что-то с этим делать, и поэтому решили отработать именно здесь. Для получения софинансирования понадобилось собрать документы, гарантийное письмо, подписи жильцов, расчёты и обоснования стоимости и многие другие. Также для участия в инициативном бюджетировании нужен был вклад и самих активистов, как финансовый, так и трудовой. Силами жителей 9-го микрорайона удалось собрать почти 700 тысяч рублей. Сбрасывались всего лишь по тысяче с каждой квартиры. Однако по итогу стало ясно, что воплотить получится не всё задуманное. Некоторые объекты могли стать угрозой для инженерных сетей. Изначально планировались в том числе ворота для регби или для футбола. Но из-за того, что проходят сети по этой территории, и они имеют, естественно, охранную зону, реализовать этого не получилось. Но, мне кажется, достаточно интересный проект всё равно получился. Стол для тенниса, спортивные тренажёры, безопасное резиновое покрытие, стоянки для велосипедов и лавочки для отдыха. Авторы постарались придумать, а после и воплотить такую площадку, которая была бы максимально подходящей для всех возрастов. Всем понравилось, конечно же, но проблема, наверное, населения нашего в том, что мы часто не бережём, к сожалению, то, что есть. И у нас на детской площадке при входе установлен информационный стенд. Там видно, какие из малых архитектурных форм можно использовать коллективно, а какие нельзя. Поучаствовать в инициативном бюджетировании может каждый. Сейчас идёт приём заявок, который продлится до конца августа. А уже в сентябре можно будет проголосовать за понравившиеся идеи. Победители будут реализованы в следующем году.